Соберемся, подтянемся, спинки бургами, на свое рабочее место посмотрим, что у нас все на месте. Продолжение следует... 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 Ребят... Верия, у вас на столах лежат рабочие листочки. Они очень маленькие, они тихо обратно в странную башню. И напишите одно или два слова, что вы хотите узнать о древнем мире. Уже написано? Хватит слово. Я хочу, чтобы не себе, что если максимум можно делать, делать одновременно, или делать. Так, способности, да? Ой, не дружку взяла. Способности. Способности. Еще. Так, посмотрите то, что вы написали. Что ты хотела бы узнать, Ева? Да, основание. Еще. Называйте. Называйте. Артем. Что он завоевал и кто был в его ряду. Хорошо, еще. Хорошо, еще. Местоположение. Еще, Саша. Еще. Еще. Я бы остановился, что это было, что вам не было всего родина. Хорошо. А давайте ручки не будем поднимать, а прям по порядку или хором. Так, несколько давайте. Царь. Царь. Еще. Еще, мои хорошие. Что еще? Что вы изучали на других государствах? Что еще? Когда Римна испанская. Так, распад. Хорошо. Религия. Религия. Умничка. Еще. Не тяните ручку, говорите так. Отличия. Отличия. Еще. Природные условия. Природные условия. Природные условия. Так, еще. Знания. Знания. Война. Да, с кем воевали. Еще. Присы. Традиции. Еще. Еще. Васеление. Еще, мои хорошие. Можно еще что-то узнать вообще о Римне? Ремесло. Так, ремесло. Думаете, войдет у меня еще что-нибудь? Культура. Еще. Климат. Климат. Хорошо. Посмотрите, ребята, очень много слов написали. Мне кажется, не все, да? Я тоже отойду посмотреть. Как вы думаете, можно ли вот это все изучить за один урок? Нет. 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 Почему? Почему, Соня? Потому что это слишком много. Потому что это один урок. Так, кто-то у меня тут болтает. Саша, как думаешь, можно изучить за один урок? Нет, можно только часть. Я считаю, что возможно, но он мне не могу попадать. Все, потому что он не запоминает, да. Он сказал, что он хорошо. Хорошо. И делать можно, если каждый изучит какую-то тему, и потом перестал. Прекрасно. Еще. Ему? Всех что-то одно изучить хорошо. Тимур. Ну, это возможно вообще за один урок, я сказала, все. Но мы тогда, если вы хотите совсем мало узнать, кого нужно, то всего, может, один урок, но мало с чем-то нужно. У меня предложение. Все-таки. Давайте мы вот это все постараемся изучить за один урок. За один. Кладшественно. Какой возникает вопрос? Как? Как? Как нам с вами все это сделать за один урок? Правильно? Что я вам предлагаю? Что я вам предлагаю? Первое. Мы должны помнить, что мы хотим сегодня изучить. Правильно? Второе. Как мы хотим это изучить? Ну, и предположите, как мы это хотим сейчас изучить. Как? Очень качественно. Качественно. Я поняла. А что мы будем делать? Юрий Цезарь. Слышит, видит, читать. Да, и пишет. А хоть и есть виноград. Хоть и есть виноград. Я согласна. Давайте тогда сегодня будем читать. Смотреть, слушать и запоминать. Да? Четыре слова. Итак, с чего мы начнем, ребят? Если мы с вами решили, что мы сделаем это через смотреть, слышать, читать и запоминать, то я предлагаю вам вот такой вот сегодня вариант рассмотрения или изучения нашей темы. Всего лишь мы с вами сделаем три шага, чтобы все это изучить. Первый шаг, ребят. Первый шаг. Мы с вами посмотрим легенды. Второй шаг. Мы с вами посмотрим климат и природу. И третий шаг. Мы посмотрим с вами, как древнейший Рим управлялся. Кто им управлял? Я вот тут на доске оставлю, чтобы мы с вами это помнили. Договорились? С чего хотите начать? Нам уже, правда, сказали, да, о том, как возник пример на Рим. С чего бы вы начали? С чего, Саша? Вот, из трех наших шагов. С чего вы начали? С третьего, с управления. Ева. С лидер, ты почему? Ян, а ты бы с чего началась? Ян, предлагаю начать с легенды. Согласен? Так, Саша. Давайте, попробую начать с вами это делать с легенды. Легенда о возникновении Рима. Сейчас, друзья, мы с вами эту легенду найдем. Где она у нас? Итак, посмотрите, ребята, с чего начинается легенда. Легенда в основании Рима начинается с одного интересного момента. Бывшие жители Трое, бывшие жители города Трое, сел в корабли после разрушения, отправились искать себе лучшее место. И одним из таких людей был Иней. Он прибыл в Италию, он прибыл, нашел себе хорошее место, женился на дочери одного жителя Лавини и остался жить в этом месте. Но он не основывал Рим. Кто же его основал? Была у нас одна версия. И давайте мы проверим, как ли это на самом деле. Лиза нам рассказывала о том, кто основал Рим. Давайте проверим. Но сначала, ребята, обратите внимание, в ваших рабочих местах есть вопросы, на которые нам нужно с вами здесь после того, как мне просмотрят все эти деньги. Наши? Приступаем. Итак, Иней, Нумитар. Его младшим братом был злой и завистливый Амулий. Одним из его потомков был царь Нумитар. Его младшим братом был злой и завистливый Амулий. Он сверг Нумитара, а его дочь Рею Сильвию сделал весталку, жрицей богини огня и домашнего очага Весты. Отныне девушка должна была поддерживать священный огонь в храме Весты. Ей, как и другим весталкам, запрещалось выходить замуж и иметь детей. Но бог войны Марс полюбил Рею Сильвию. Вскоре весталка родила близнецов. Амулий был в ярости. Он приказал утопить детей и их мать в Тибре. Царский слуга бросил корзину с братьями в реку. Но она не утонула. Ее прибило к берегу. На детский плач прибежала волчица и накормила близнецов своим молоком. А вскоре пастух Фаустул увидел корзину с младенцами и принес ее домой. Фаустул и его жена, дав найденышам имена Рому и Рем, воспитали их отважными и сильными. Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в Аль-Балонгу, где узнали тайну своего происхождения. Они свергли Амулия и восстановили на троне своего деда Нумитара. Возвратив власть законному правителю, братья решили основать новое поселение в том месте, где были вскормлены волчицей. Но вскоре они поссорились. Ромул выбрал для постройки города один из прибрежных холмов, а Рем другой. Когда Ромул начал возводить на своем холме оборонительный вал, Рем в насмешку перепрыгнул через него и сказал, что никогда не видел столь мощных укреплений. Взбешенный Ромул вскричал, «Так будет с каждым, кто осмелится переступить стены моего города», и обрушил на Рема страшный удар, от которого тот упал замертво. Раскаявшись в убийстве брата, Ромул основал город, которому дал свое имя. Рим по-латински произносится как «Рома». Это произошло в 753 году до н.э. Итак, мои хорошие, у нас были версии того, как возник Рим. Лиза, снатпали ли они с теми знаниями, которые ты уже знала об основании Рима? Так, а напомните нам, что сказала Лиза? Кто основал Рим? Что нам сказала Лиза? Ну, что он был богат, и они нассорились, и Рома, и Рим связывается с ним. Хорошо. Так, Сашу вижу, Иру вижу. Вероника, скажи, пожалуйста, с какими именами связано возникновение Рима? Каких? Хорошо. Максим, расскажи очень коротко, что нам из легенды стало ясно? Как возникнуть? За 42 братья. А почему они поссорились? Потому что они... Так, почему... Совершенно верно. Вы помните, я вам говорила, какое счастливое число, да, заветное число у римлян, какое? Семь. И у них был выбор, где построить город, и было семь холмов, и каждый из братьев выбирал себе это место, выбирал себе холм. Тимур, расскажи очень коротко и очень быстро еще раз, что нам говорится в легенде о том, как возник Рим? Ну, были два братья для детей. Рамул и Лех. Они начали строить, и выбрали себе из семи холмов два, один себе и другой. Разограли братья. И начали строить, но Леон перепрыгнул с крепости, которую построил уже Рамул. И Рамул сказал ему, что так вот и с каждым, кто переступил через стены, то есть наступил на мой город. Совершенно верно, Тимур. Совершенно верно, умничка, Тимур. Саша дополнит очень быстро? Было доказано то, что раньше до этой легенды были разные поселения, находившиеся на месте, где сейчас находится Рим. Правильно, Саша. Ребят, сейчас мы с вами продолжим говорить о том, что нам сказал Саша. Он говорит о том, что на самом деле еще раньше есть известие о том, как возник Рим. Но сначала вспомните, в каком году возник Рим. Олифенте, в 753 году, в ваших рабочих листах нарисована лента времени, на которой вы должны сейчас обозначить время, льготных ненавеяния Рима. Посмотрите внимательно. На какие две части разделена ваша лента времени? На какие две части? На какие две части? До нашей эры и до нашей эры. Наша эра и до нашей эры. Правильно, наша эра и до нашей эры. Итак, скажите мне, мои хорошие, в какой части ленты вы поставили дату? Какую? Иди сюда. Иди ко мне сюда скорее. Ты прав. Я вот так сделаю. Лента времени не заканчивается. Держи. Где? 753. Ты хорошо забыл. Проверяйте. Так. 753 год. Я еще ноль не поставила. Итак, правильно ли Артем расположил год 753 до нашей эры? Нет. Почему? Ушла. Это было давно. И тут еще мы можем, говорится, вот так вот сделать. Ага. Тут обязательно будет 2% получится. Угу. И 753 год мы будем считать как начало здесь. А сейчас у нас 1021 год. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а сколько лет тогда всего Риму на сегодняшний день? 2776. Четыре. Как ты это посчитал? 2776. А какой год ты отнял? Вот у нас 20... 2021, я почему-то закончил. Хорошо. Все согласны? 2000... Напиши нам на доске. Напиши на доске, сколько лет Риму. 2773 года. 2773 года. И вот... Стрелочка. 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 А вот если... Стрелочка. Вот она у нас идет. Стрелочка. Можно, Артем. Давай ручку, Артем. Присаживайся. Максим, прости, пожалуйста, Максим. Так, давай, я цвет смею, чтобы видно было, что ты сейчас будешь делать на ленте времени. Ребята, хитрость, что у нас с вами здесь не обозначены века, года, да? Поэтому мы можем с вами в протяжении времени наш 753 год поставить где угодно. Но главное, чтобы он был в какой части ленты? До нашей эры. До нашей эры. Спасибо, мой друг. Все правильно, 753 год до нашей эры. Но я хочу вернуться к словам Саши. Можно ли до конца верить только легендам? Или все-таки выяснить, правильно ли, так ли возник Рим, благодаря Рому или Рему? Или все-таки там были другие жители, которые могли основать Рим? Давайте мы это с вами узнаем. Откройте ваши контурные карты на странице 11. Я только, ребята, покажу вам, какая это будет карта. Какая это будет карта. Атлас, 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 ребят, Атлас. Вот она. У вас в Атласах 10-я страница. 10-я страница. Ребята, на 10-й странице у нас обозначен полуостров, который называется Балганский полуостров. На нижней карте, а на верхней карте Атпенинский полуостров. Ребята, посмотрите внимательно в карту. Доску я выключаю. Мы сейчас с вами будем работать только с контурными картами и Атласом. Итак, мои хорошие. Апенинский полуостров. Посмотрите внимательно на карту. Какие цвета ли эти карты? Какие цвета? Какие цвета раскрашены Апенинский полуостров? Зеленый и розовый. Розовый и коричневый. О чем это говорит? О чем это говорит? Много гора. Много гора. Зеленый цвет о чем говорит? Это равнина. Это равнина. То есть там есть горы и равнина. Еще, ребята, посмотрите внимательно на карту. Саша, что можно еще сказать об Атпенинском полуострове? То, что он чем-то похож на Балганский. Потому что у него также есть на южной части острова. Хорошо. Еще, Лиза. Там был теплый климат, он был гораздо лучше, чем в Лесе. Совершенно верно. Итак, Апенинский полуостров, расположенный близко к Балганскому полуострову, имеет схожие климатические условия. Мы видим на территории Апенинского полуострова горы, но мы видим большое количество равнин. А это говорит о том, что на территории Апенинского полуострова климат мягче. А значит, больше для занятий земледелий было больше. Правильно, Лиза. Было больше. Саша, а что еще мы видим на карте? Вот то, о чем ты нам начал рассказывать. Слушайте, мои хорошие. По Балганским полуостровам находятся три острова. Остров Косико, Остров Сардиния и Остров Сицилия. Ты начал говорить о народах. Посмотрите внимательно, ребят, в карту. На территории Балганского полуострова проживали различные народы. Это русские, латины. Видите ли мы на карте? Еще такие народы, видишь? Стал мне интриг. Еще. Еще. Добово, да? Еще. Молодцы. Ребят, а теперь найдите на карте город Рим. Город Рим. Почему он на карте обозначен таким ярким, жирным цветом? Почему? А какие народы проживали на территории Рима? Какие народы? Посмотрите как-то. Латины, да? Правильно. Как ты думаешь, на каком языке говорили римляне? Греки говорили на греческом, египтяне говорили на египетском, а римляне? Почему? Совершенно верно. Очень большое количество всяких народов, они говорили на разном языке. Жители, основавшие Рим, говорили на латинском языке. Итак, ребята, мы знаем, где они жили, мы знаем, где носил полуостров, чего мы не знаем. Чего мы не знаем? Мы не знаем, кто был. Совершенно верно. А по первому царю кто был? Ромул, правильно, первому царю был Ромул. Давайте теперь мы с вами выясним, чем занимались жители Левнего Рима. У вас на партах лежат вот такие исторические источники. Как бы мы с вами назвали? Картинки, иллюстрации, изображения, да? Через тысячу лет, когда археологи найдут, они скажут, какой хороший исторический источник. Ребята, на основе исторического источника изучите, пожалуйста, занятия древних римлян. Но посмотрите друг на друга, вы сидите вдвоем за партой, и у вас одна работа на двоих. Поэтому, выполняя работу, выполняйте ее вместе. У вас есть в этом же историческом источнике подсказка, как выполнить работу легче, лучше. Вы можете работать в этом поле, в занятии древних римлян. Приступайте, мои хорошие. Если у вас остался вопрос о том, что вам что-то непонятно, поднимите ручку, я подойду. Продолжение следует... 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 Ребята, минуточка еще. Если вы педагоги посмотрите еще раз. Ребята, минуточка еще. Кто еще ручку поднимал? Вы? Все, мои дружочки, все, заканчиваете, да? Итак, на основе исторического источника вы сейчас посмотрели, чем занимались гребни и рыбины. Для подсказки вам было три вопроса. Боря, какие? Какие видеоролики, кто знает, кто нахожусь, а кто нахожусь, а кто нахожусь. Хорошо. Итак, давайте вспомним, какую работу вы сделали, что вы записали. И расскажите это мне, расскажите это нам всем. Но решите, кто от вас это будет делать. Потому что вы бы работу-то выполняли вдвоем, а отвечать оба уже не сможете хором. Поэтому вот так, здесь решили. Итак, давайте. Первое. Раз мы сказали, что очень много равнен, значит, была возможность заниматься сельским хозяйством. Правильно? Максим, расскажи нам, пожалуйста, об этом. Они сказали, что перечислил, что давало пищу в древнюю времену? Уголосство, садоводство, 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 садоводство. Совершенно верно. Есть ли какие-то дополнения по этому вопросу? Давай. Торговая тоже помогала добывать пищу. Еще, ребят, расскажите, пожалуйста, о земледелии, сельском хозяйстве, добыче пищи древними римлянами. Тихон. Что выращивали? Оливки, говорит Тихон. Софья? Виноград. Виноград. Виноград, пшеницу. Еще? Собочки. Совершенно верно. Так, мои хорошие. А кроме тех перечисленных Максимов видов, ремесла, чем еще занимались древние римляне? Собирательством. Собирательством. Еще? С строительством. С строительством. А что же они строили? Дома, дороги. Дома, дороги. А с чего ты это взяла? Откуда ты это узнала? Из-за квартиры. Откуда, совершенно верно. Ребята, древние римы не так хорошо строили дороги, чтобы они сегодня ездят машины. Они очень крепкие. Они очень сильные, да, наверное, для нашего тяжелого транспорта. Так, а кроме занятий ремеслом, кроме занятий сельским хозяйством, опишите, в каких домах они живут, Тимур? Да, они живут в домах, которые сделаны из веток сверей. Ну да, из ветки, и они опасны не древние. Совершенно верно. Ребята, посмотрите, какая парадоксальная страна. Она строит прекрасные, крепкие дороги. Но дома глиняные, да, из веток и соломы. А еще, ребят, знаете, какая есть тайна про реки? Они не знали, что такое ножки и вилки. Они ели руками. И у них не было салфеток. Как вы думаете обо что-нибудь в кролевке? А стоящего рядом мальчика, кучерявого, его обвисло в волосы, вытирали руки. Но при этом римляне придут в первый супермаркет. Ребят, устали, спинки размяли, спиночки размяли, потянулись, потянулись. А теперь вспомнили и очень коротко сказали мне, чем занимаются римляне. Полина, сделай вывод большой обо всем, что мы сказали. Ребята, есть у кого-то дополнение по занятиям древних римлян? Ты тянул руку. Больше нечего дополнить? Так, хорошо, ребят. Осталось нам с вами посмотреть управление города Римом, правильно? Кто управлял городом Римом? Вообще, на самом деле, ребят, если говорить об этом государстве еще раз, то это все-таки уникальное, красивейшее государство. И что мне хочется вам еще рассказать. В Древнем Риме главой города считался царь. Первым царем был Ромул. Всего царей в Древнейшем Риме, угадайте, сколько было? Семь. Правильно, семь. Последнего царя римляне изгнали. И больше у них царей не было. Но царь правил городом при помощи сената. Как вы думаете, что такое сенат? Депутаты. А кто такие депутаты? Хорошо, кто такие депутаты? Или ты хочешь нам сказать какие-то депутаты? Хорошо, давай, к сенат. Совершенно верно. Старейшины рода помогали царю управлять городом. Но самым главным органом управления в Риме было народное собрание. Было народное собрание. Ребята, народное собрание – это самый главный орган управления, который принимал все важные решения. Но жители Рима делились на две части, на две группы. Плебеев и Патриция. Я пройду сейчас, покажу вам, скажите, как вы думаете, кто как раз из них мог управлять? Управлять. Патриции. Патриции. Как раз Патриции занимались тем, что управляли, а плебеи занимались тем, что мы видели где? Работать. Работать то, что мы с вами видели в картинках. Правильно? Итак, я возвращаюсь туда, с чего мы начали. А начали мы с чего? С чего мы начали? Мы решили с вами выяснить, что мы хотим за Трими и можно ли это сделать за один урок. А максимум скажем, качественно мы это сделаем или нет. Твои условия были каковы, мы должны были как-то узнать, что было качественно. Мы сделали это качественно. Мы проработали все. Иди ко мне. Иди ко мне. Итак, вспоминаем. Мы поговорили с вами о месте расположения? Да. Так, где? На территории. Хорошо. О населении? Поговорили как? Так, хорошо. О климате? О климате поговорили. Хорошо. Еще о чем? О царях поговорили? О царях. Так, получается, ребят, что мы с вами, да, сейчас нам заполнит друг наш Максим, о чем мы поговорили, а мы с вами запишем домашнее задание. Вернее, ребят, мы запишем. Посмотрите, в ваших рабочих листах написано уже для вас домашнее задание. Первый и третий вопрос вы должны сделать все. А четвертый вопрос сделайте, пожалуйста, на выбор. Максим, мы должны были это все сделать через четыре слова. Вспомни таких. Посмотреть? Легенды, климат и природные условия и управлять. Спасибо. Садитесь. Распад? А распад, Рима, ребят, мы не успели посмотреть. Смотрите. Действительно. Тогда я предлагаю вам распад, Рима, посмотреть в следующий раз. Сами есть мой друг. Сами есть мой друг. Сегодня 16 марта. В истории этот день называется днем, когда у всех все получается. Я считаю, что сегодня у вас у всех все получилось. Посмотрите на другого лица. Вы достаточно красивые, умные, замечательные. И вам очень-очень понравилось. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.